Привет, ребята, я Шми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Менхарт, где мы посмотрим на мировую премьеру, которая скрывается под этим чехлом. Это новый MH5700. Он основан на BMW F90 M5. И сегодня мы впервые посмотрим на их последнее творение, покатаемся и узнаем, что же она из себя представляет. Давайте начнем и снимем чехол. Ну что ж, скоро мы впервые снимем этот чехол. Новый Менхарт MH700. Они совсем недавно закончили его доработку. Вот и пришло время убрать чехол. Давайте же посмотрим. Золотистые оттенки на черном кузове. Вы только посмотрите на все эти карбоновые детали. Позже мы их подробнее изучим. Мы сразу видим передний диффузор. Диски 21 дюйм. На машине установлен пакет MH Tronic Power Kit. Спойлер на багажнике, выхлопная система от Менхарт, карбоновый диффузор. Окраска смотрится здорово. Эти элементы добавляют агрессии. Она стала на 20 мм ниже. Скоро мы, конечно же, сделаем холодный пуск. Очень и очень круто. Перед тем, как мы рассмотрим все детали MH5 и запустим двигатель, давайте быстро обойдем выставочный зал Менхарт и посмотрим, что же еще здесь есть. Начнем мы с MH420 на базе BMW M2. Название подразумевает 420 сил. Позади него MH3 550. 550 сил. BMW M3. И не обычная M3, а особое издание 30 Яра. Как-то я сталкивался с этой машиной. Как и с MH1 у той стены. Здесь также есть и другие автомобили. Но сегодня мы пришли посмотреть на MH5700. Сегодня впервые появилась возможность взглянуть на нее. Это абсолютно новый автомобиль в самой топовой доступной комплектации последнего поколения BMW M5. Кодовое название F90. И теперь мы можем поговорить о всех доработках, которые они сделали. Стоковая машина изначально очень мощная. 600 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. Но здесь установлен пакет MH-Tronic, который увеличивает мощность до 700 сил и крутящий момент до 900 ньютон-метров. Очень много мощности. Я с нетерпением жду, как у меня будет возможность протестировать ее. В передней части, мы начнем, конечно же, отсюда, вы можете видеть элементы дизайна Менхарт. Глубокий черный цвет и золотистую полосу, которая начинается от капота и продолжается до багажника. Более того, на бампере тоже есть золотистые полосы. Но они еще и установили этот новый карбоновый диффузор. Он довольно-таки широкий и проходит во всю длину бампера. По краям есть вот такие закругления. Помимо этого, по центру есть еще один диффузор. Опять же, с золотистыми элементами. Все это сделано из карбона. Смотрится очень агрессивно, добавляет виду передней части машины. Все смотрится очень гармонично. Черная решетка радиатора, широкая LED-оптика. Спереди и сзади на нем стоят диски Concave One 21 дюйм. Если посмотреть сбоку, то мы видим золотистую полосу, эмблему MH5700. А сзади установлен новый карбоновый спойлер. И вновь та золотистая полоса, которая начиналась на капоте. Снизу расположена одна из самых крутых деталей. Карбоновый диффузор. На стоковой М5 стоит обычный диффузор. Этот вариант более агрессивный, стильный и драматичный. Все благодаря этим вертикальным проставкам и отверстиям под выхлопные трубы, что в целом создает завершенный вид. Получается, вся задняя часть сделана из карбона. Сейчас я немного отдалю камеру. Это реально добавляет агрессии, если посмотреть на нее сзади. Важную роль сыграло то, что она ниже. Стоит подвеска от Спрингс, и она не сильно занижена, всего-то на 20 мм. Но этого достаточно, чтобы сделать ее более приземленной. Я думаю, что машина смотрится очень здорово. Здесь очень много доработок. Вы, наверное, заметили золотистые полосы на боковых зеркалах. Давайте же откроем капот и поговорим о том, что же там. Бесключевой доступ, ключи сейчас в кармане, дотрагиваемся до ручки, зеркала разложились, машина открылась. Сейчас вы можете взглянуть на интерьер. Он похож на обычный от М5. Позже мы детально посмотрим салон. Они разместили логотип Мэнхарт по центру руля. Снизу есть рычаг. Открываем капот. Коврики тоже у нас от Мэнхарт. Если поговорить о капоте, ну перед тем, как мы доберемся до двигателя, то стоит заметить, что они поставили сюда новый карбоновый капот. Специально для MH5. Они уже выпускали такие, но здесь появилась большая агрессия, неровностей, ну и, конечно же, низкий вес, так как он сделан из карбона. Открываем капот, и здесь установлен двигатель объемом 4,4 литра Твин Турбо В8. У стоковой М5 и так есть 600 сил и 750 момента. Здесь, как я сказал, стоит блок Мэйч Троник. Мощность составляет порядка 723 лошадиных сил, на 123 сил и больше. Момент увеличен до 870 ньютон-метров, на 120 больше. И это еще приблизительные цифры. Я думаю, что по факту она очень и очень мощная, особенно в сочетании с автоматом и с системой полного привода MX Drive, которая позволяет с легкостью получить всю эту мощность. Давайте закроем капот. Сейчас пришло время прыгнуть в машину, завести ее и послушать, как же она звучит. Это было громко. Сейчас машина выйдет, и мы сядем в салон. Серьезно, это слишком громко. Окей, холодный пуск мы сделали, но звук был просто невероятный. Во-первых, я ездил только на М5 в самой обычной комплектации. Когда мы ее завели, то сразу на приборной панели увидели, что включено комфортное управление, комфортная подвеска, экономичный режим. Эти режимы можно легко менять, и я скоро это сделаю. Самым странным является то, что машина ощущается полностью стоковой. Так сразу и не скажешь, что мы едем на машине от Мэнхарт, а не на обычной М5. Я хорошо знаком с этой машиной, и здесь нет какого-то гула в салоне. Коробка очень мягкая, нет никаких толчков и турбоям. В принципе, я не рассчитывал ощутить это, потому что коробка передает огромную мощность. И единственное, что раскрывает машину, это легкое нажатие педали газа. Сразу слышен выхлоп, свист турбин, и создается сильный шум. Турбина звучит отчетливо. Сегодня это неотъемлемая часть двигателя. Но у этой машины свой набор звуков. Мне она очень нравится. Как именно передается мощность? Вы ощущаете прирост мощности, и когда вы нажимаете газ полностью, машина становится просто дикой. Здесь же 700 сил. Это очень много. Ее можно назвать гиперкаром, но не забывайте, что она довольно-таки тяжелая. Давайте же проедем по трассе за городом, а затем найдем автобан. Она будет вести себя совершенно по-другому. Нам будет доступна вся мощность, когда мы разгонимся, скажем, до 200 км в час. Ну или даже больше. Я думаю, она разгоняется где-то до 300 км в час. Всего лишь за мгновение. Давайте включим режим M2, который уже настроен. Итак, двойное нажатие активирует режим M-динамик, который, если честно, слегка уменьшает тягу. Теоретически, если я начну сбрасывать передачи вручную, мы получим больше звука. Да, я уже слышу выхлоп. Слышно бурление. Очень круто. О боже, я должен переключиться. Передача мощности просто впечатляет. Обычно M5 не дарила таких ощущений. Машина очень быстрая. А сейчас мы увидим туннель. Возможно, это лучший способ, чтобы все вам показать. Открываем окна. Сейчас будет здорово. Давайте включим нейтральную секунду. Ого, такой турбовый звук. Мы слышим это бурление, про которое я говорил. Закрываем окна. Подвеска Springs, конечно, придала жесткости машины, но она стала более устойчивой на дороге. Кстати, BMW также выпустили M5 Competition, который немного быстрее. Я не ездил еще на нем. Сейчас я чувствую подвеску, режим Sport Plus. Дорога неровная. Это немного все портит. Мы можем независимо контролировать различные системы. Подвеска сейчас в комфорте. И да, это то, что нужно. Я думаю, сейчас лучше так и оставить. Не стоит пока сильно заморачиваться по этому поводу. На самом деле, мне нравится, когда коробка и двигатель в спортивном режиме. Вы получаете высокую отзывчивость. Если вы едите на автомате, то коробка будет задерживать переключение передач. Если в ручном режиме, то можно переключаться почти в любой момент. Но в целом, поездка на этой машине кажется обычной и нормальной. Нам нужно выехать куда-нибудь, где мы сможем нажать газ в пол и посмотреть, как же она себе поведет. Вот мы наконец-то и доехали до автобана. Дорога ощущается немного скользкой. Так, повышение передачи. Сбрасываем передачу в туннели. О да! Этот звук! Отлично! Это то, что и есть у этой М5. У стоковой точно нет такого звука. Просто супер! Пока мы немного ограничены в пространстве. Выхлоп не создает резонанса в салоне и раздражающий гул. И по факту, если я переключусь на восьмую передачу, то звука вообще не будет. Будет такое ощущение, будто мы просто катимся на самом обычном автомобиле. У машины крутой звук, но постепенно он затухает. При этом дорогу тоже не слышно. Да, это определенно так и есть. Давайте уже займем свободную полосу и посмотрим, как же она едет. Перед нами свободный участок. Сбрасываем передачу, жмем газ в пол. О боже, мы сходу можем сказать, что здесь больше мощности, чем в стоковой машине. Уже 210. Это нечто, просто нечто. Она удивительно быстрая. Я не ожидал, что она будет настолько динамичная. Такое ощущение, будто мы и так ехали на полной мощности, до того, как выжали педаль газа. Но, конечно же, мы почувствовали разницу. Мы использовали где-то 20-30% всей мощности перед тем, как выжали газ. Подхват просто впечатляет. Скорость так легко набирается. Уже 250. Тормозим перед поворотом. И проходим его на скорости 230 км в час. Она очень динамичная. Рулится без проблем. С тех пор, как вышла М5 Competition, подвеска стала еще спортивнее, чем была раньше. Так, мы просто вылетаем из этого поворота. Газ в пол. Окей, уже 296. Тормозим. Я никогда не набирал такую скорость на стандартной М5. Очень быстро. Круто. Столько адреналина. Было такое ощущение, будто мы уперлись в ограничитель скорости. Она почему-то дальше уже так не тянула. Скоро мы поедем в обратном направлении. Как же она подрывает. Очень странно ощущать это. Нужно либо привыкнуть, либо нажимать педаль газа более аккуратно. Если делать это резко, то она становится удивительно быстрой. Надеюсь, сейчас будет чисто, и мы сможем нормально разогнаться. Ну вот, опять. Пропустим машины. Здесь еще и ограничение скорости стоит. Надеюсь, все-таки будет скоро свободный участок. К сожалению, в этой части Германии очень плотный поток. По факту, вокруг Менхарт очень загруженные дороги. Они связывают Дортмунд, Кёльн, Дюссельдорф. И поэтому эти дороги вечно забиты. Однако, пока мы спокойно едем по правой полосе, можно включить адаптивный круиз-контроль, который работает просто отлично. Можно повышать скорость шагом 10 км в час. Машина будет сама ускоряться и тормозить. Здесь есть система удержания полосы. Индикатор выведен на приборную панель. В целом, машина имеет определенный уровень автономности. Но мы не можем полностью бросить руль. Это как минимум запрещено законом. Машина позволит сделать это лишь ненадолго. Так или иначе, это система помощи, которая берет на себя часть управления и помогает вам. Здесь вообще много различных вспомогательных систем. Ого, у кого-то кончилось терпение. Все-таки мы едем в потоке. Здорово, что машина сама все делает. Это дает мне расслабиться. Так, что же еще я могу вам рассказать? Многое очень схоже с М5. Есть кнопки М1, М2 на рулевом колесе. Их можно нажимать и применить выставленные вами настройки. Я буду ехать в режиме М2. Но у нас также есть М1. Он, наверное, еще круче. Так, нам не нужно сюда. Мы едем в Кёльн. Прикольный режим. Отключилась система стабилизации. Хорошо, походу его так специально настроили. Так, здесь у нас полный привод. Есть нормальный режим, спортивный, который перебрасывает часть момента назад и позволяет вам ехать динамичнее. А можно выставить режим заднего привода, если вы хотите подрифтить или пожечь резину. Ну или просто повеселиться. По поводу коробки передач, здесь есть три независимых режима поведения коробки. Я всегда выбираю третий. Он наиболее агрессивный. Ого, какая пробка в обратную сторону. Хорошо, что мы сейчас не там. Сейчас мы едем в третьем режиме. На селекторе есть кнопка, которой можно переключаться по ним, смотря как вы хотите ехать. Не думаю, что тут будет много свободных участков. Жалко, если честно. Но мы все равно сможем послушать звук. Очень крутой звук. Здесь так много мощности. Просто прекрасно. Очень быстро. Вот она опять начинает подрывать. Наконец-то пустая полоса. 280, да запросто. Здесь стоят удивительные керамические тормоза, которые с легкостью останавливают машину. Слишком много разговоров. Как в общем-то и мощности. Вообще-то я пытаюсь наверстать упущенное. Я, конечно, немного знаком с этим креслом, рулевым колесом, но еду я так впервые. Это очень быстро. С полным приводом машина так уверенно стоит на дороге. И это создает ощущение полной устойчивости на дороге. И, конечно же, здесь есть дополнительный диффузор в передней части. А сзади находится небольшой спойлер. Эти крошечные детали имеют большое значение, создавая нужную прижимную силу. Давайте же вернемся в Мэнхарт. Что еще можно сделать, так это нажать кнопку и закрыть заслонки выхлопа, что делает ее значительно тише. Машину слышно только в моменты переключения. Вы можете настроить все так, как вы хотите. Вы, очевидно, захотите открыть заслонки и включить режим Sport+. Тогда мы имеем максимальный уровень звука. На любой передаче, на любой скорости, машина просто подрывает и устремляется прямо. Прекрасное ощущение. Тяжело сделать какие-либо замеры, потому что я знаю, насколько М5 быстрая. Но здесь добавлено чуть мощности. В целом они похожи. Но эта машина дает вам больше звука, драматичности и, возможно, чуть больше устойчивости и уверенности на дороге. Особенно на большой скорости. Я особо подчеркиваю это, потому что на этой машине, или на стандартной версии, когда нажимаешь на тормоза, то сразу вспоминаешь, насколько же она тяжелая. Но при этом вы без проблем оттормаживаетесь с огромной скорости. Я уже успел выяснить это. Давайте же рассмотрим салон. Но сначала мы послушаем, как же она звучит. Как я сказал, на приборной панели вы можете увидеть выбранный режим. Если мы нажмем кнопки M, один раз нажимаем, второй раз подтверждаем, и теперь мы можем видеть, что коробка в режиме Sport+, а здесь расположен подсвеченный индикатор звуковыхлопа. Здесь много кнопок для настройки вашей конфигурации и режима динамичности, но сейчас все выставлено так, как надо. Давайте же послушаем ее. Давайте же послушаем ее. Да, это просто супер! Вот что нужно было M5. Просто разбудить ее, дать немного звука. Это по сути обычный цифровой дисплей, но здесь есть хромированные рамки, которые создают вид аналоговой приборной панели. Мне это очень нравится в M5. Панель не особо изменилась. Здесь у нас много информации. Здесь есть все, что вам надо. Можно легко переключаться по различным вкладкам в нижней части панели, можно легко посмотреть то, что вам нужно. Здесь расположены кнопки круиз-контроля. Слева система удержания полосы, ограничитель скорости, справа управление мультимедией. Этой штукой можно управлять жестами, можно убавлять или прибавлять громкость. Конечно же, сенсорный экран. Можно переключаться по различным вкладкам. Зависит от того, как вы их настроили. Можно сделать все, как вы хотите. Можно разделить экран. Снизу отображение климат-контроля. Мне тоже это очень нравится. Можно легко все отрегулировать. В моей машине такого нет. Так, климат-контроль. Можно выбрать автоматический режим или желаемую температуру. Можно синхронизировать две стороны. Здесь есть пять уровней мощности автоматического климат-контроля. Это точно что-то новое. Я обильно использовал эту функцию. В моей машине нет охлаждения сидений. Это очень здорово. Мне это тоже очень нравится. Также у меня нет камеры на 360 градусов, которые мне определенно нравятся. Смотрится очень технологично. Включаем заднюю передачу. Становятся доступными обзоры с любой стороны. Можно посмотреть на машину с конкретной стороны. Например, вот так. Можно передвигать камеру и вращать этот вид вот таким образом. Как же это круто! По сути, это все в реальном времени. Мы видим Менхарт, некоторых людей. Мы видим, где именно мы находимся. Позади нас ездят машины. Мы можем сравниться с зеркалами. Возможно, они уже проехали. Это, наверное, лучшее, что BMW поместило в эту машину. Если говорить в целом, то все работает очень круто и невероятно. Здесь у нас пару подстаканников, зарядка, USB-порт, контроллер iDrive. Можно с легкостью управлять настройками. Здесь все ваши конфигурации, камеры при парковке, селектор коробки передач с кнопкой паркинг внизу. Здесь есть небольшие изменения. Настройка отзывчивости коробки работает отлично. Там расположены кнопки управления сидением. На этой стороне кнопки стеклоподъемников, управление зеркалами. А здесь можно открыть багажник. Ну а сбоку сидение у нас управление положением, которое можно настраивать любым образом, в зависимости от ваших потребностей. Что же еще? Сейчас я быстро выйду. В М5 мне нравятся эти значки с иллюминацией. Если включить фары, то смотрятся очень здорово. Сзади... Ой, дверь походу закрыта. Пространство для ног, коврики. Я думаю, здесь достаточно места, можно спокойно ехать сзади. Последнее, но очень важное, это пакет стайлинга у этой машины. Диффузор просто фантастический. Задняя часть смотрится очень круто. Мне нравится это больше всего. Они поменяли карбон, добавили новый дизайн, вертикальные проставки, задний спойлер. Спереди у нас то же самое. Снизу располагается диффузор, он лежит почти на земле. Все это очень подчеркивает дизайн машины, который на самом деле очень сдержанный. Многие люди сказали бы, что М5 очень вызывающий экстерьер. Но по сути, это пятая серия, только гораздо мощнее. Для меня последнее поколение F90 является очень консервативной машиной, особенно с завода. Так что добавление этих дополнительных элементов и компонентов, это реально очень крутая идея. А особенно этот звук. Они же поставили новую выхлопную систему, которая звучит просто невероятно. Мне очень это нравится. Огромные трубы. Я считаю, что окраска смотрится прикольно. Конечно же, не обязательно выбирать такой цвет. Можно выбрать и обычный цвет, и комплектацию. Вы, наверное, заметили, что все еще работают вентиляторы. Это нормально для BMW, так как у нас две турбины, и обычно люди очень быстро оглушат двигатель, поэтому стоит погонять вентиляторы какое-либо время, чтобы убедиться в том, что масло полностью охладилось, а уже потом заглушить двигатель. В любом случае, большое спасибо Мэнхард за возможность приехать к ним и впервые посмотреть на их новую MH5700, которую они только что выпустили. Я думаю, что это, возможно, первый тест-драйв этой полностью готовой машины. Я надеюсь, вам понравилось это видео, вид данной машины, ее звук, как мы проехались по автобану. Сегодня был прекрасный день. Большое спасибо за просмотр, я ценю вашу поддержку. Но это все на сегодня. Скоро увидимся. Удачи!